Здравствуйте! Папа поучает своего сына. Сынок, умный человек всегда во всем сомневается. Только дурак может быть уверен в чем-то на 100%. Ты уверен в этом, папа? Абсолютно. Вы можете представить, что мозги есть, а смысла нет? Ну, вот такой вот в мозге без смысла. Ну, вот компьютер, но без цели. Все, набор железяк. Представляете? А, знаете что? И это все сделал Бог. Я тоже удивился, когда об этом прочитал в Писании. Можно? Книга Йова, 39 глава. Давайте начнем с 13 стиха. Иов 39, 13. Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Видите, 17 стих? Бог не уделил ему смысла. Ему это страусу. Надо нам понять, какой в этом заложен урок, и как это ободрило Иова. Ну, давайте подумаем. Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? Перья страуса считаются самыми красивыми в мире. Римляне считали страуса справедливой птицей, потому что у него крылья приспособлены не к полету, они вот такие симметричные. Из них делали опахалы и вееры. Именно поэтому он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. Яйца страуса действительно согреваются на песке от жары. Не павлины их сам, не страус их сам согревает, а песок, жара согревает их. И страусы иногда заботятся о том, чтобы их как-то охладить, чтобы они не сварились на 50-градусной жаре. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Неизвестно, что самка откладывает яйца, и чаще, и последующую заботу чаще делает самец. Он охраняет гнездо, он охраняет яйца, и он потом больше заботится о маленьких страусятах. Самец больше, чем самка. Самка снесла и уходит. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Страус быстро бегает. Это самая большая птица, не летающая птица, но она бегает очень быстро. Наверное, до 80 км в час, не знаю. Если лошадь в песках, наверное, завязнет. Страус обгонит, и он никого не боится. У него сильные, мощные ноги, предназначенные для бега. Итак, а какой урок из этого должен сделать Иов? Знаете, когда... Это сказка. Когда Всевышний делал птиц, то голубя сотворил без крыльев. Через неделю голубь к нему прибегает. Всевышний, я такой маленький, я такой слабенький. Меня все хотят напасть, все хотят уничтожить. Помоги, пожалуйста. Всевышний говорит, хорошо. И дал ему два крыла. Через неделю голубь возвращается. И снова жалуется. Всевышний, я такой маленький, я такой слабенький. Все за мной гоняются. А тут еще вот эти два крыла надо с собой таскать. Понимаете, друзья? Крылья предназначены для того, чтобы летать. Даже так. Крылья представляют собой опору на невидимое. На воздух. Многие представляют собой опору на видимое. То, что ты видишь и делаешь. Так вот, Бог дал страусу крылья, но не дал ему разума. Поэтому он глупый. Решает все свои проблемы при помощи ног. Опираясь на видимое. Он решает их успешно. Но предназначение страуса, предназначение, во всяком случае, его крыльев, оно не исполняется. И в этом один из уроков для Йова, что нужно опираться на невидимое для того, чтобы выполнить свое предназначение. Да, у нас есть отростки, которые называются крыльями для опору на невидимое. Тренируйте, развивайте их, продолжайте. И однажды, Бог даст, мы с вами полетим. Если вы услышали от меня что-то новое, странное, не спешите никогда менять свое мнение. Обязательно, пускай оно будет основано на писании, а не на мнении какого-либо человека. Ни у кого из людей нет монополии на истину. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Благословения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин